Мы призовем вооруженные силы в весенний призыв 2017 года порядка 260 человек. Из них Одинцовский район отправит служить в армию примерно 200-210 ребят. Но я должен отметить, что может быть и не очень устойчивая, но слабенькая тенденция есть по улучшению состояния здоровья призывников. Но это связано, наверное, и с общей остановкой в нашем государстве, там, работа здравоохранения, подготовка граждан к военной службе, суверение на проведение диспансеризации, ну и так далее, и так далее. Школы здравоохранения работают вместе. И плюс ко всему, я думаю, повлияло на улучшение состояния здоровья призывников то, что они стали желать идти в армию. А, соответственно, они стали больше думать о здоровье, о физической подготовке своей, о морально-психологической подготовке. Всегда у молодых людей пользуются популярностью войска, которые являются, наверное, проявлением мужественности, силы, стойкости. Это, естественно, воздушно-десантные войска, морская пехота, войска специального назначения. В принципе, никакие отсрочки за последние годы не отменены, а наоборот, с января 2017 года нет ограничений для тех, кто учится в колледжах, техникумах. При любом условии поступления молодого человека, хоть после 9 класса, хоть после 11 класса, мы даем возможность закончить учебное заведение, только потом он идет в армию. Вот такая вот добавилась отсрочка еще для молодых людей. А так изменений, в принципе, больше нет. Как и раньше мы предоставляем отсрочки по состоянию здоровья, прежде всего, для получения образования, безусловно. Значит, есть группа отсрочек, которые можно отнести к социально-бытовым отсрочкам. У клонистов стало меньше. Проявление желания служить молодых людей – в этом устойчивая тенденция, ярко выраженная тенденция. И сейчас можно с радостью сказать, что желающих служить сейчас больше, чем не желающих служить. И есть факты, и не единичный факт, когда молодые люди, которые, допустим, обучаются в высшем учебном заведении, они берут академический отпуск, идут служить в армию, потом возвращаются к обучению обратно. Но, к сожалению, есть достаточно большое количество граждан, которые уклоняются от военной службы. У нас порядка 200 человек. Естественно, мы занимаемся розыском. У нас есть совместный план проведения розыскных мероприятий с управлением нашим внутренних дел, Одинцовским, СУФМС. И мы проводим определенные мероприятия, включая розыскные мероприятия. Проводят сотрудники полиции с целью, чтобы найти этих граждан, которые уклоняются от службы, вручить им повестки.